В данном видеоролике проходит конкурс на контейнер, все что вам нужно сделать это поставить лайк данному видеоролику, подписаться на канал, а также указать свой никнейм в комментарии под данный видеоролик. Победителя я выберу случайным образом и оглашу в следующем видеоролике. И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик, сегодня данный видеоролик пойдет по нашему супер нагибаторскому аккаунту на шафте до легенды на нашем чиперделике. Сегодня мы будем покупать новое определенное сочетание, наконец-таки у нас в гараже появилось интереснейший комплектик, который называется у нас Циклоп. Тот комплект, которого я так давно ждал, при том, что данный комплект продается со скидкой 70%, да, для меня как бы кристаллы это, ну, мягко говоря, именно таки не самое такое, что нужно мне, наверное, на данном аккаунте, потому что крисов у меня здесь дофига. Ну, в общем и целом, если мы прикупим прямо-таки сейчас Мамонта Шафта, отличнейший просто комплект и корпус супер, и пушка просто то, что мне надо, ну, блин, этот же аккаунт на шафте, конечно же, супер просто вооружение. Мы будем выкачивать его, конечно же, ДМ-3, нагибулить, ну, сегодня, я думаю, так попробуем как-нибудь затестить, пойдет, не пойдет, как оно именно-таки на М2 у нас будет все дело смотреться. Ну, а перед покупочкой именно-таки данного комплектика я бы хотел бы сначала открыть данное большое количество контейнеров. Ну, а также, ребят, совсем забыл, не забывайте, ребят, прожимать лайкосик на видеоролик, подписываться на канал, ваша активность. Это для меня определенный буст, делать больше интересных роликов по именно-таки данному аккаунтику, да и вообще, в общем и целом, больше лайкосиков, больше данных интересных роликов у нас будет появляться на канале. Поэтому давайте не будем долго затягивать с открытием контейнеров. Быстренько начнем открывать, посмотрим, что у нас дропнет с 36 контейнеров. Давайте по дефолтику, как всегда, ох, премочка дропает, три дня према падает, ебобой, ебобой. Как раз-таки мне премочка была жизненно необходима, потому что у нас осталось всего лишь, ребяточки, два дня до конца наших звезд. Ну, а мне надо набить 1750 звезд. Вы спросите меня, зачем мне набивать на шафте 1750 звезд, зачем мне гром прайм? Я вам скажу одну такую интересную вещь. Ведь за 50 уровень, именно-таки у меня почему, ну, можно сказать, не 50 уровень, можно сказать, 1750 звезд, будет определенный новый буст с моей именно-таки фракции. А именно-таки моя фракция называется старая, она выигрывает. А это значит, что если я набью 1750 звезд, я дополнительно получу 10 недельных контейнеров и 10 простых. Поэтому мне нужно набить еще 120 звезд за данные два дня. Я думаю, что на изи-каточке у нас с премочкой это получится сделать. Поэтому очень хорошо, что у нас сегодня она дропает, а мы продолжаем открывать контейнеры. Трешечку мы уже открыли, не сказать, что она чересчур была сверх достойнейшая, но если премочка упала, значит, все у нас хорошо двигается. Давайте, опачки, фиолетик, 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 что по фиолетику? Краска силикат, нифига себе, я даже такой краски никогда не видел. Вы видели когда-то такую краску, ребят? Отпишите в комментарии, если вы видели когда-то такую краску, потому что я такую краску вообще никогда не видел. Я не знаю вообще, что это за краска. Откуда она появилась? Была ли она раньше? Я не знаю, честно говоря. Я впервые вижу данную краску, но не в этом суть. Мы как бы люди простые, мы двигаемся дальше, открываем контейнеры. Тридцаточка у нас осталась, давайте пятерочку дропнем. Что-то там кристаллов чуть-чуть дропнуло, походу 10к. Это, конечно, достойно здесь десяточка упала. А, нет, даже 25к упал, ничего себе, еще фиолетик. А фиолетик, 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 а фиолетик барбершоп. Боже, этот барбершоп падает просто везде. Почему этот барбершоп падает? Объясните мне, пожалуйста, ребята. Может, мы пятнашку откроем? Давайте пятнашку. Давно пятнашки не открывал. 3,5к, х2, х3. 125 ускорений, 125 мин, еще х2. Боже, ты мой. 125 двойной защиты, х2. Двойной урон, х2. Боже, сколько нары. Просто беспонтовые нары. Одного белого свечения мне просто накидало, которое... Ух, 10 дней прима, зачем мне 10 дней прима-то? Краска Швейцария. Боже, и на этом все закончилось? На этом все закончилось, ребят, но это же недостойно. Это же, ну, вообще никак. Ну, 5 голдов. Что-то какое-то вообще неудачное, неудачное у нас открытие коктейнеров получается. Я уж надеялся, что там хоть с пятнашечки мне упадет какое-нибудь там суперлегендарное свечение, там крас, какая-нибудь суперская. А мне, как всегда, нифига ничего не дропнуло. Упало 10 дней прима, которые мне особо, по сути-то, и не нужны, если честно. О, еще один фиолетик. Что, по фиолетику? Фиолетик. Ох, рикошет золотой. Ну, конечно, мне на шафте рикошет золотой, а никаких вообще эффектов, хотел сказать, устройств на шафта мне не падает. Да, эффектов вообще. Ни одного эффекта у меня на шафт нету. Но хотя, в принципе, тот кран... Еще три дня прима. Боже, вы что вообще делаете с этим моим аккаунтом? Зачем мне столько премки? Мне просто сейчас насыпало... Сколько? 16 дней премиум аккаунта? А зачем мне так много? Ну, вот и все. 36 контейнеров открыли. Не сказать, что что-то достойное мне здесь дропнуло. Ну, а мы покупаем суперкрасивейший. Просто, блин, как давно я ждал. Ребят, вот вы не представляете, насколько долго я ждал данный комплект. Это просто комплект убийцы. Я вам честно говорю, это то вооружение, которое, когда мы выкачаем на М3, будет просто уничтожать все матчмейкинговые катки. И я думаю, что нам сейчас прямо-таки стоит прогрузиться именно-таки в режим регби. Почему регби? Почему регби, ребят? Почему регби и почему именно-таки здесь будет нагибать данный мой супернагибаторский мамонт? Почему здесь? Потому что мамонт овердрайв. Вы, возможно, уже 100 миллиардов раз видели, насколько круто он эффектно действует. При том, что все... Ой, боже, зачем я дэлит нажал? Хотел на нетру нажать. В итоге на дэлит нажал. Но это просто профессионал на банке. Вы много раз видели, как эффективно можно использовать в данном режиме мамонт. И за счет только корпуса, вот просто без пушки, за счет одного-единственного корпуса можно столько выдавать большого нагибаторского урона по противнику. При этом все в раскладе. Еще быстро ставить мечи и быть полезным. Просто полезным за счет обычного корпуса. И это все нам дает овердрайвы. Поэтому я безумно рад данному корпусу. Потому что сейчас уже не так у меня эффективно получалось нагибать на моем чипердейлю. Да, это уже намного сложнее стало. Все же это уже звание не уоррента, где мой хорнета Шафт М2 просто раздавал всем и вся, и делал все, что он хотел. Здесь уже капитанчики, которые играют на М3 вооружении, которые уже, ну и играют совсем, можно так сказать, по-другому. Здесь и Шафт не так легко уже реализовывать. Да, безусловно, после покупки данного комплекта и прокачки его до М3, я думаю, что все это, конечно же, облегчится. Мы сможем спокойнейшим образом нагибать. И у нас будет это все дело, конечно же, получаться. Единственный момент, про который я могу сейчас сказать, это то, что по сути, по сути, прямо-таки сейчас Шафт мой вообще не изменился. Ну просто никак, потому что Шафт у меня был выкачан с М1 до М2, но не покупать комплект, когда ты играешь на одной пушке, при том такой комплект с мамонтом, с плюс еще именно-таки устройство, ой, каким говорю, опять устройство, опять модуль, конечно же, с модулем, с той возможностью, то, что я смогу уже сейчас прокачать данную пушку ДМ3, это было бы вообще глупо. И при том, в всем раскладе, то, что еще данный, именно таки комплектик, стоил всего лишь, сколько у нас там, 160 тысяч кристаллов, 160 тысяч кристаллов, 70% скидка на комплект. Да, я понимаю, что там краска хохлома, типа, дорогая, из-за этого скидка такая большая, но даже если учесть тот факт, что у нас продавался данный комплект с хохломой, все равно данная скидка была большая. Я считаю, что это довольно-таки достойный комплектик за данное количество кристаллов. Ну, а мы сейчас давайте попробуем поставить все-таки мяч на нашем суперском комплектике. Мамонт М2 уже едет, это вам не Мамонт М1, который еле-еле передвигается по карте. Данный Мамонт уже быстро едет и быстро может вот так вот даже дамажить противника. Достойно быстро ставим мячик, 3 минуты, вот даже 4 у нас минуты еще достается до конца данной катки. И я думаю, что можно было бы попробовать поставить хотя бы еще один. Я думаю, что в ближайшее время мы будем намного-таки больше играть на данном аккаунте, потому что данное вооружение мне очень нравится. Я, как и говорил, ребят, мы не прекратим качать данный аккаунт, пока не добьемся той цели, которую я именно-таки хочу, а я хочу получить легенду на данном аккаунте. Быстро мы двигаемся вперед. Лейтенант у нас уже имеется, 80% овердрайва у меня есть. Давайте попробуем, наверное, в кого-нибудь свестись. Здесь, наверное, было это, конечно, не чересчур разумно. Прямо-таки сейчас сводится. Но вот сейчас я противника вижу. 93% у меня имеется. Блин, Жига нагло едет. Чуть-чуть до овердрайва еще бы один кильчик бы где-нибудь забрал, появился бы у меня овердрайв и смог бы поставить еще один мячик. А сейчас у противника есть шанс поставить мяч. Нет-нет-нет, блин. Дали ему шанс и он, конечно же, им воспользовался. Ладно, 3 минуты у нас остается еще до конца данной катки. Я думаю, что шансы у меня выиграть данную каточку еще имеются. А это значит, что мы отправляемся на поиски нашего мяча. Мяч я уже нашел. Он только так очень долго у нас летит. Сейчас мы его, конечно же, здесь быстренько подберем. Немножечко надо будет, наверное, зачистить зону доставки. Хотя, в принципе, зачем мне чистить зону доставки, когда у меня есть суперский овердрайв, который может все сделать за меня. Вот мы просто вот так вот прожимаем овердрайв. А, есть хантер, я понял. Хантер даже может тоже сделать вот такую вот противную очень вещь. Но я думаю, что мы, в принципе, должны еще успевать. Или нет? Нет, мы не успеваем. Боже. Вот, когда вот такие вот хантеры появляются против, вы просто не представляете, насколько это неприятно. С одной стороны. А с другой стороны, это очень тактически разумно. Со стороны противника, который умеет правильно использовать свой, можно так сказать, плюсик. Плюсик. Плюсик своего корпуса. Потому что его главная задача, это, конечно же, обезвредить меня. Нежели пойти там как-то быстро поставить, либо что-то придумать с данным именно таким своим овердрайвом где-то в атаке. Он просто обезвредил. Он не дал мне доставить. Он сохранил для своей команды неизменный счет 2-1 в именно таких пользу. При том, в всем этом раскладе я еще остался без овердрайва. Это значит, что в моем сейчасшнем случае я вообще ничего не могу сделать противнику. Да, 2 минуты у меня остается. Я понимаю, что 62% овердрайва у меня уже имеется. Главное, чтобы сейчас противник не поставил мяч. Да, есть. Мы его здесь еще сливаем. 75% умеется. В принципе, есть шанс у меня доставить хотя бы еще один мяч. А если мы поставим этот мяч, то можно было бы попытаться накопить еще один овердрайв и поставить еще один. Главное, чтобы сейчас наш тиммейт не совершил глупую ошибку. Он ее, в принципе, уже совершает. Потому что заезжает чересчур далеко, отдает мяч противнику. С этой зоны мне будет забрать мяч намного-таки, намного-таки тяжелее, при том, в всем раскладе то, что у меня сейчас имеется только 85% овердрайва. И хоречек-то уже летит на доставку третьего мяча. И... Ой, как сейчас хорошо рельса отыгрывает. Как рельса хорошо отыгрывает, а этот Хантер просто уничтожает сейчас нашу команду своим любимейшим овердрайвом. Ну, любимейший он, конечно же, для меня. И тем самым доставляет еще один мячик. Также, ребят, я забыл сказать то, что мы получили новое звание. Новое звание именно-таки нам дало данный комплект. Потому что комплект отрезовался у нас именно без лейтенанта. Я вообще, в общем и целом, считаю, что звание у нас поднимается довольно-таки быстро. Кто бы мне что ни говорил, что я мало времени уделяю данному аккаунту, я максимально быстро стараюсь поднять хотя бы майора на данном аккаунте. Потому что считаю, что именно-таки майор является тем званием, когда у нас открываются новые интересные уже устройства, с которыми мы можем проводить какие-то определенные новые тесты. Да, потому что будет у нас устройство на три выстрела, хоть оно сейчас якобы не так сильно нагибает. Но я более чем уверен, что мы сможем его раскрыть и все равно покажем, что оно достойное, что с ним можно играть. И ничего там страшного нету. Поэтому нам нужно добраться до майора. Давайте сейчас мы хотя бы этого хантера уничтожим, потому что он очень наглый, очень наглый хантер. Вот как вот так вот можно вообще играть? Вот как вы можете играть? Хантер-оводы. Если вот сейчас смотрят данный видеоролик, хантер-оводы. Как вы можете так некрасиво поступать с человеком, который играет только на шафте? Объясните мне, пожалуйста. Вот напишите по этому поводу в комментарии и скажите, почему вы так вот беспощадно берете и не даете мне ставить мечи. Но при всем этом раскладе мы забираем 6 звезд, значит мы достойно сыграли данную катку с отрифчиком даже небольшим. И вот так вот успешно можно спокойнейшим образом играть на нашем Чиперделике. Новый комплектик. И я безусловно рад данному вооружению. Хоречек у нас пока остается неизменным. Хотя у нас даже за 0 кристаллов его можно купить М2. Ничего себе. А, да, у нас летехи же он открывается. Ебой, мы даже хоречек М2 делаем. Ничего себе, у нас уже 2 корпуса М2 на лейтенанте. Ребят, ну за это надо 100% поставить лайк, потому что совсем скоро, я думаю, что данные 2 корпуса мы уже выкачаем на М3. Ожидайте, будем тестить уже М3 вооружение на данном аккаунте, потому что у меня еще полмиллиона целых кристаллов имеется. Все это дело очень-таки даже, как по мне, достойно. Поднимаем, прокачиваем и нагибаем. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, ребята, получился. Если вам понравилось, то обязательно не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые ролики. Также, ребята, не забывайте приходить на стримы, играть вместе со мной, нагибать меня, нагибать вас. Ну, как говорится, все как всегда. Да, приходите, веселитесь, если не были, то обязательно, ребята, обязательно. Здесь по МСК стримы проходят, поэтому всех жду. С вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok